Здравствуйте! Это проект «Повестка на седьмом» и сегодня его проведу я, Светлана Пензова. Традиционно в конце недели обсуждаем топ-темы. Итак, в этом выпуске. Заместитель Труханова Брэндаг внес лишь полтора миллиона из почти 40 миллионов залога. Сядет СИЗО? Не госпереворот. Кто стоит за организацией митингов? Выступление президента перед народными депутатами. Эти и другие темы обсуждаем в режиме в формате телемоста с Сергеем Лещенко. Здравствуйте! Добрый вечер, Сергей! Здравствуйте! Приветствую вас из Киева. Как вам меня видно, слышно? Да, видно вас хорошо и слышно в принципе тоже. Я предлагаю не затягивать и начинать, потому что тем снова очень много. И предлагаю начать с одесского дела, потому что именно в начале этой недели стало известно, что заместитель Труханова Олег Брэндаг внес лишь полтора миллиона, только полтора миллиона из суммы залога, которая ему была назначена ранее. Это 40 миллионов гривен. Напомню, что Труханову назначили залог в 30 миллионов, а вот Брэндагу в 40. И получается, Брэндаг вносит только полтора миллиона и пока остается, ну, в общем-то, исполнять свои обязанности заместителя Труханова. К вам вопрос, насколько это нормально и выберут ли новую меру пресечения? Если не будет внесена полная сумма залога, то другого выхода нету. Нужно проводить новое заседание суда и на этом заседании или суд будет внимательно слушать слезливый рассказ заместителя мэра, который на самом деле человек из ближайшего окружения, человек, который в курсе всех афер в Одессе. А он будет рассказывать, что он преподаватель истории, кандидат исторических наук, что вот он не имеет денег, так, пожалуйста, снисти мне залог. И судья решит, если судья на это пойдет, то, конечно, он останется на свободе. Но если не пойдет, то придется отправиться в места, не столь отдаленные, на время досудебного следствия. Потому что нельзя, знаете, это же не как в метро пройтись или в трамвае с шляпой и подать на попитание бывшему депутату Государственной Думы. Кто сколько сложил, столько и отнесся. Есть сумма, которую нужно внести на счет. А почему такая сумма? Потому что судья просчитывает риск побега, риск влияния на свидетелей, степень участия в организованной преступной группировке. И поэтому, если сумма такая, то она может быть только такая, а никакая другая. Сергей, а не кажется ли вам, что как-то маловато прозрачности и открытости в этом, так называемом, одесском деле? Потому что, если взять, например, понедельник, да, и эту информацию, что Олег Брындак внес только полтора миллиона из сорока миллионов залога, то сейчас пятница и никакой новой информации внес, донес ли еще, избирается ли новое меропресечение, когда это будет сделано? Нет. Это о чем говорит? Как думаете? Нет, ну это можно говорить только о том, что нужно нам всем держать это под контролем. Потому что, понимаете, в таких условиях, которые сейчас у нас в Украине и в Одессе, в органы власти местной, которые были словлены, да, за руку на такой масштабной коррупции, они будут любым способом пытаться избежать ответственности, понимая, что если это дело дойдет до суда, там особо вариантов нет, но они будут все судимы. Поэтому они пытаются все перевести в теневой режим. Но, я честно скажу, сбор денег на внесение залога закончится, скорее всего, тем, что деньги так и соберут. Найдут какого-то человека, у которого в декларации есть легальная сумма, и ее внесут. Потому что какая бывает еще проблема? Вы не можете просто взять, откуда-то достать из-под матраса или из сейфа, где хранился там нелегальный кэш, собранный в виде, ну, мягко говоря, да, неучтенных денег, а может быть и коррупционных денег, и просто занести их судье в кабинет, положить и сказать, вот тебе залог. Это должен быть кто-то, кто скажет, кто покажет свою декларацию, у кого есть легальный источник дохода, который сможет подтвердить каждую копейку, и тогда судья эти деньги засчитает. Ну, их засчитает насчет казначейства, точнее, даже судья к этому не будет никакого отношения иметь, это в банке будет проверять. Поэтому, если этого человека еще не нашли, то сейчас происходит активный поиск его. Но мало его найти, он должен согласиться на эту роль еще, понимаете, потому что, внеся такой залог, он сразу попадает на радары правоохранительных органов. Это тоже неприятно, потому что тогда ты будешь уже фигурировать в цепочке с этими людьми. А если эти люди получат еще приговоры, то тогда ты можешь вообще потом попасть как-то в дальнейшее расследование, если они будут продолжаться. Поэтому это не такая простая задача. Если у людей нет легальных средств, а сумма-то большая, причем это же тоже, знаете, тоже не может быть так. Я отдал все до копейки, что у меня было для залога этому брендаку. То есть это должен быть человек, у которого есть в сто раз больше, чем сумма необходимого залога. Он ее внес. Банк принял эти деньги. Они попали на счет в казначействе. И после этого принимается решение, что выполнено требование. А вот эту всю цепочечку нужно пройти до конца. Поэтому следите внимательно в Одессе, как это все будет происходить. Я не исключаю, что просто не нашли пока еще эту личность, которая будет на себе нести вес ответственности публичной. В случае с Трухановым этот вес ответственности взял на себя Вадим Новинский, депутат от партии «Оппозиционный блок» в Верховной Раде. Чуть не сказал ОПЗЖ, но на самом деле нет. Он прошел по мажоритарному округу, и он не был в ОПЗЖ. Такого второго еще не нашли. Я думаю, что поиск продолжается. Того, кто сможет публично подтвердить ресурсы и взять на себя готовность заплатить за Брэндака и вести еще публичный крест ответственности. Сергей, знаете, за чем еще следует пристально следить? Так это за действиями земельной комиссии Одесского городского совета. Интересно, что стало известно о том, что Брэндак вошел в эту земельную комиссию. И заменили представителей европейской солидарности это Жанна Мандриченко. И вот она, скажем так, эмоционально реагировала на это. Мы понимаем, что земельные вопросы – это очень вкусные вопросы. Сергей, я вам предлагаю посмотреть небольшой фрагмент заседания земельной комиссии, а потом вернемся к обсуждениям. И почему они не хотят это зачитывать публично? Они же нигде даже не говорят о том, что такое решение появилось. Они его скрывают. И сегодня они не хотят зачитывать эти решения. Они пытаются в угоду интересам одесситов двигаться по коммерческим вопросам, господа. Мы сегодня здесь стоим на защите одесситов. Мы отсюда никуда не сдвинемся. Мы должны поверить вас, защита одесситов не будут реализованы. Не надо нам силовым методом делать то, что вы продавливаете. Не пройдет. Смотрите, даже если у вас три человека, это не означает, что вы будете диктовать умовы всем остальным. Так, дело дошло до скандала. И депутат Жанна Мандриченко, мы видим на видео, эмоционально рвет бумаги. Депутаты продолжают спорить. Но самое главное, что Олег Брэндак, получается, не смог миновать такую лакомую комиссию городского совета. И получается такой театр абсурда. Ведь будучи подозреваемым человеком, который еще собирает деньги для того, чтобы внести за себя залог, он прорывается в одну из самых вкусных комиссий городсовета одесского. Ну, я вам скажу, что комиссия по земельным делам – это самая вкусная комиссия не только в Одессе, но и в Киеве. Это самая жирная, и после нее люди становятся долларовыми миллионерами, потому что именно в этой комиссии готовятся те проекты, которые выносятся потом и голосуются в зале. А зал решает, кому, какие земельные земли, какие выделить, как поменять целевое назначение этих земельных участков и утвердить документы, необходимые для стройки на этих земельных участках. А комиссия, конечно же, это ключевая комиссия, она попала в руки тоже партии Труханова, доверяя делам. Возволяет ее депутат Сергей Сташный. И Страшный, точнее, поскольку в этой комиссии все должно быть схвачено, то они не хотят там иметь людей, которые начнут выносить ссоры из избы, поднимать лишнюю волну внимания хотя бы, не говоря уже о скандалах, просто внимание, обострять внимание. Документы с этой комиссии, они же могут попасть в прессу, попасть к правоохранительным органам. Им там не нужны такие агенты гражданского общества и агенты радиситов. И поэтому они оттуда выгоняют тех, кто не согласен участвовать в их сговоре. Поэтому, ну что я могу сказать про ситуацию? Это похожее происходило всегда и в Киеве, когда лишние глаза, лишние уши пытались убрать подальше от этой тиши кабинетов, в которых всегда происходил дерибан земли, рейтендеров, происходил дерибан, который обогащал затем коррупционеров. Я могу только пожелать бороться за свое место в этой комиссии. И даже если, я не знаю, как в Одесском совете, но даже если ты не член комиссии, ты можешь присутствовать в качестве наблюдателя, хотя бы без права голоса. Возможно, ну если избежать этого не удастся, то тогда хотя бы с этой целью. Ну а я не знаю, кстати, как европейская солидарность на это отреагирует, потому что формально-то европейская солидарность, она же декларирует свою оппозиционность к нынешней власти везде, а тут она может пойти на сговоры. Правильно понимаю? Надо спросить у представителей европейской солидарности. Но нас мне это не удивит, потому что в свое время партия европейская солидарность, она раньше называлась просто БПП, она блок Петра Порошенко называлась, и у них с Трухановым все было очень хорошо. Они вместе с Трухановым снимали с должности руководителя Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, правда, это происходило голосование в областном совете, но тоже сговор был между доверяя делами ОПЗЖ и европейской солидарностью. Тогда называлась БПП. Ну и вспомним во времена президентства Порошенко, как мы наблюдали Труханов, который вместе с супругой, первой леди Украины, Мариной Порошенко, вывязали или вышивали рушныка. Это выглядело очень странно. Человек находится под множеством подозрений общественности, под подозрениями Национального антикоррупционного бюро в деле о коррупции завода Краян, а первая леди, по сути, легализирует его статус, когда многие от него уже не то что отвернулись, но считали даже опасным стоять рядом. А она ничего, приехала и выполнила свою миссию. Вам одесситно непросто в этих условиях. Поэтому будьте на защите своих агентов вашего контроля внутри этих всех важных органов городской власти. Ситуация тоже выглядит сейчас очень странно, когда человек подозревается и продолжает исполнять свои обязанности и, возможно, продолжает делать свои темные дела. Извините за тавтологию. Он же не только делает дела как заммэра, он же еще вошел в эту комиссию, правильно? Это вообще абсурд приходит. Его признает антикоррупционное бюро, членом преступной организации, а он заходит в тот орган, в котором, по сути, эта преступная организация и проворачивала все свои дела. Ну, в прошлом. В прошлом уголовном производстве, которое сейчас закончилось вручением подозрений. Ну, королевство кривых зеркал. У меня другого выражения нет. Да, да. И главное, что эти события продолжаются. Далее я предлагаю перейти все же к тем событиям, которые были в Киеве. Итак, 1 декабря госпереворот не случился, однако были митинги в столице. В частности, митинговали предприниматели. Сергей, не заметили ли вы таких определенных признаков организованности этих митингов? Я вам скажу, что качать ситуацию в стране готовы сразу несколько политических флангов и приближенных к ним движений, которые декларируют свою якобы аполитичность, что мы вот просто клуб по интересам и боремся за наши цеховые права или за патриотические лозунги, на самом деле просто являются филиалами политических партий. В данном случае мы видели, что на акциях, которые были 1 декабря, эти люди попытались, но не смогли соврать широкое движение в поддержку своих идей. И закончилось все, слава богу, мирно. Хотя я убежден, что это еще не последняя попытка качнуть ситуацию в стране. Кому это нужно? Это нужно тем, кто недоволен своим нахождением неудел, кто недоволен тем, что они не у власти, кто недоволен тем, что идет смена правил игры. Впервые, наверное, в истории Украины правило игры меняется от интересов олигархов к интересам простых наших рядовых граждан Украины. На этой неделе парламент принял ресурсный законопроект, который увеличит для олигархов в металлургической отрасли нагрузку. Ну, в первую очередь, конечно, это Ренат Ахметов, Константин Живага, Александр Ярославский, Игорь Коломойский, кстати, тоже акционер горнорудных активов. Они будут платить больше ренту, особенно если цена по насчет в мире расти, они будут еще больше платить. Поменялись правила игры в последний момент, тоже не в их пользу в отношении этой базы, с которой процент ренты будет вычисляться. Не хочу грузить такой специальной информации, но они проиграли несколько раз в этой неделе, и они будут заинтересованы качать ситуацию. В первую очередь, конечно, Ренат Ахметов, потому что он самый богатый человек не только в Украине, но и в Восточной Европе. И если он потеряет, он потеряет больше всех других, поэтому он больше всех заинтересован, плюс у него самые мощные политические и медиаресурсы. Вот, и Петр Порошенко точно так же недоволен происходящим, поскольку он не удел, и ситуация в лучшую сторону для него не меняется. Что происходит после этого? Происходит, вот улица начинает шататься, плюс начинается в парламенте движение. Видели Дмитрий Разумков, который тоже, не скрываясь, находится под опекой Рената Ахметова. Он уже начинает выводить депутатов из фракции «Слуга народа». В этой неделе была очень интересная информация. Опубликовали в Киеве информацию, сколько же раз Дмитрий Разумков был на телеканалах Рената Ахметова. Оказалось, что он побил рекорды всемыслимые и немыслимые. За три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, он присутствовал в 118 сюжетах. Это в два раза больше, чем любой другой политик. У вашего одессита Алексея Гончаренко всего 52 сюжета. Ну, кстати говоря, Гончаренко не скрываясь и даже, по-моему, уже и гордится тем, что он является агентом влияния Рената Ахметова. А у Дмитрия Разумкова этого еще не признал, хотя он в два раза чаще появляется в эфире Ахметова. К одним словам, что вам делать? Нам нужно всем следить за этими попытками олигархов дестабилизировать ситуацию и понимать, что это все происходит на фоне и в контексте процессов на нашей границе. На нашей границе накапливаются российские войска, проходят ротации этих войск, никакой деэскалации не произошло. И нам важно понимать, что как только в Украине начнется шататься власть, Россия этим мгновенно воспользуется и может вспыхнуть не один регион. Агентура российского влияния присутствует не только на низовом уровне, но даже в парламенте Украины. И это очень все опасно для нашей страны. Путч не удался, во многом благодаря тому, что вовремя об этом было сказано вслух президентам. Он об этом сказал на своей пресс-конференции, которая вызвала очень разные тоже оценки. Но я вам скажу, Зеленский такой, какой он есть, возможно, это главный его президентский ресурс. То есть он не ходит в маске политиков, он не пытается всем понравиться, он не хочет заигрывать и говорит прямо в лоб. Даже то, что может журналистам не нравится. Как лучше журналист, мне такое было слышать неприятно, но с другой стороны, я понимаю, что он апеллирует к населению, к простым гражданам, которые за него голосуют. И, возможно, расчет на то, что простому гражданину такой президент нравится больше, чем эти алчные, пропитые, коррупционные, на которых клейма ставить негде. Извините, фейсы, но не хочу говорить слово морды, фейсы, которые уже всем в печенках сидят. Вот такая политическая повестка на сегодня. Да, на прошлой неделе мы с вами пришли к выводу, что действительно президент Зеленский сделал ход на опережение, сказав про возможный госпереворот, про его планирование на 1 декабря. Это, в принципе, и сыграло. И далее поговорим о выступлении президента перед депутатами в тот же день, 1 декабря. А до этого самые яркие моменты выступления Зеленского послушаем. 30 лет назад мы сделали большой крок, но не пошли дальше. Мы восстановили, проголосили, мы выбрали, мы добили независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимо от чужого влияния, от чужих интересов. Где закон один для всех, и в закон вирішив все. А не один вирішив все, и для всех это закон. Где Конституция – это великий, суспільный договор, а не маленький, куларный договорничок. Где політики працюють на 100% громадян, а не на 20% ВВП одного громадянина. Из нашего войска мы не сможем остановить войну, и мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых перемогов с Россией. И сегодня это уже все, все внешние партнеры, все внешние визнали, а деякие внутренние это не визнают. И мы должны говорить, мы должны говорить, знаючи, что у нас сильная, сильная армія. И не бояться сейчас говорить один одному правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, давайте. А если мы не хотим, и хотим просто говорить, то давайте ничего не делаем. И давайте в цьому вопросу поставим крапку просто и честно. И зрозумием наприкінці наша держава, как мы можем боротиться за это, за нашими территориями, всеми возможностями, всеми разом, всеми политиками, несмотря на колори этих политиков, и всеми бизнесменами, которые с всеми бизнесменами, не смотря на их калибр. Пока это не поздно. Мы великая страна. Слава каждому из вас. Слава Украине. Действительно эмоциональное было выступление президента Украины перед депутатами. И вот в первом урывочке мы услышали намек на определенного человека, которого вы сегодня уже упоминали. Да, это действительно. Знаете, я думаю, Зеленский, наверное, и хотел бы назвать фамилию, чтобы граждане понимали, о ком речном с другой стороны. Но это и честь велика. Все-таки это обращение к нации, которое делается раз в год. И здесь избегают фамилий. Поэтому намек был прочитан так. Речь, конечно, шла. Ренатий Ахметович, который смог за время правления Виктора Луковича, Юлия Тимошенко, как премьер-министра, Леонида Кучема, как президента, набраться от куринских активов, знаете, как на распродаже супермаркетов, за копеечные цены, и стать человеком контролирующим. Может быть, не 20%, но очень значимую часть нашей экономики, в том числе и в Одесском регионе. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Я считаю, что это обращение, это было новое качество в политике. До этого обращения были очень такими академическими, церемониальными. Здесь это и напоминало, ну, вот помните, стадион так стадион, да? Дебаты между Порошенко и Зеленским два с половиной года назад в Киеве на НСК Олимпийский. Здесь такая же энергетика была. И, возможно, это главное его оружие через эмоцию донести, и пробиться, вот, знаете, через эту заградительную щит, да, корочку, которой уже мы покрылись как граждане, только чтобы политики нас дальше не терроризировали, дальше нас не домогались. И вот эта эмоция пробивает этот щит, и оно говорит прямо, мне так кажется, прямо в ту точку, какой люди воспринимают политику. В сердце, да, в этом случае оно сработать может. Касательно переговоров с Россией, это тема, которая в Киеве вызвала большое. Я думаю, в Одессе по-другому оно реагирует. В Киеве большой скандал вызвало, в Одессе по-другому могут реагировать. Много представителей правых, националистических парней считают, что это предательство. В то же время, те, которые выступают на явно пророссийских позициях, то же самое ОПЗЖ, они как бы понимают, что это правильно, но, с другой стороны, похвалить тоже не могут. И начинают искать разные способы, как бы здесь найти тоже эту взраду пресловутую. И говорят, мы же уже ездили, Медведчук же ездил, Рабинович же ездил и так дальше. Почему это важно? Потому что Фридзеленский, это важно потому, чтобы показать, что мяч на стороне Путина. Мы, как у Храдина, свою часть дороги прошли. Мы готовы на любой формат переговоров, мы готовы вести переговоры и с французами, немцами, и русскими за одним столом, и один на один. Мы готовы и с американцами, как с нового посредника, привлечь, и турецкого лидера Эрдогана привлечь, и премьер-министра Натаньяху в свое время пытались привлечь. Любого зовите. Ну, Лукашенко уже только не зовите, потому что его не признает цивилизованный мир. И он уже, по сути, не является независимым лицом, он уже часть российского истеблишмента. Зовите любого, мы готовы и на один на один на готовые тоже. Это нас усиливает, как страну, которая хочет добиться воссоединения всей территории. А будут ли эти переговоры? Я думаю, не будут. И очень простой ответ, потому что для Путина это признание этого конфликта как международного конфликта. А Путин же ведет риторику о том, что это внутренний конфликт Украины, это гражданская война, это вот некие ополченцы, которые пошли в супермаркет, купили там гаубицы, купили там танки, купили там ракетные установки, сбили с этих установок малайзийский Боинг и вергли в кровь и в трагедию самую большую страну в Европе, отколов часть этой территории. Но это его концепция, которой, конечно же, никто не верит, но она действительно транслируется из его уст. Поэтому наш, в данном случае наш президент, он прав, предлагая такой формат, как один из возможных. Я не думаю, что этот формат, не то что даже состоится, даже если бы он состоялся, вряд ли бы он к чему-то привел. Но нам важно показывать лидерство в этом вопросе, что мы готовы ко всему, кроме того, что мы никогда не согласимся признать это внутренним конфликтом, потому что он таким не является. Давайте называть белое белым, матчерное черное. Да, и мы знаем, что Россия является участницей этого конфликта. Сергей, далее. Да, но только россияне не хотят этого признавать. Ну, это понятно, к сожалению, но посмотрим, что будет дальше. Возвратимся к так называемому антиолигархическому законопроекту. Вы уже его сегодня упоминали. Скажите, пожалуйста, вот его приняли, но критика осталась. Почему, казалось бы, хороший, хороший антиолигархический законопроект, который был так необходим в стране, почему против него ополчились некоторые политики? Как думаете? Ну, тут есть несколько важных моментов, которые касаются совершенно разных групп интересов. Во-первых, конечно, олигархи, они дают трибуны для тех, кто критикует этот закон. В первую очередь, речь идет, опять же, о вреда техметров, потому что у него будет больше всего потерь. Он может значительную часть средств заплатить теперь в бюджет, вместо того, чтобы за эти деньги покупать себе недвижимость на швейцарских побережьях Женевского озера. Так вот, что произошло? В денег будет больше бюджет, меньше ли он личных нужд? Давайте дадим трибуну тем, кто будет критиковать по другим причинам, но в целом критиковать эту идею. В частности, часть общества может быть недовольна тем, что при продаже квартир будет платиться полноценный процент при неоднократной продаже. То есть это не первая продажа и даже не вторая в течение года. Да, и в течение одного года. Один год вторая продажа. Это было один из способов, не, даже не вторая. Это способ уходить от полноценного налогообложения тем лицами, которые продают квартиры как физические лица. Это одна из известных методик. И этим законопроектом кладется край этому. Плюс, по сути, увеличивается как бы фиксированный налог для аграрии. То есть 2000 гривен с гектара должно быть заплачено в любом виде. Если твои платежи не досягают этой черты, то ты все равно должен поднимать, скажем так, доплатить до 2000 гривен. Есть те, кого задевают эти интересы, чьи интересы задеты, и поэтому они с радостью будут критиковать. Но в целом, если посмотреть на те условия, в которых живет страна, то, конечно, задеваются интересы, ну, очень узких кругов населения. С одной стороны, олигархи, с другой стороны, латифундисты, ну, фермеры в том числе. Но тоже важно понимать, что нужно переводить и фермерство в белую. Нужно, чтобы налоги платили, что фермеры, это тоже часть бизнеса, особенно учитывая огромный урожай этого года, конъюнктуру, то есть хорошие запросы на украинскую продукцию на мировом рынке. Поэтому важно, чтобы платили не только олигархи, потому что это важно и для страны, понимать, что олигарх почему бушует, потому что вот его заставляют, другие не платят. Все платят, и ты теперь будешь платить. Посмотрим. Я думаю, если в следующем году мы получим больше денег как государство для реализации государственных программ, это и больницы, и дороги, и увеличение выплат бюджетникам, то этот голос и критика, голос негатива и критика, они забудутся очень быстро. Далее, в продолжение темы, не менее важный вопрос экономического паспорта украинцев. Впервые за историю независимой Украины об этом заговорил президент. Давайте слушать. Вчера мы проголосовали очень важный податковый закон 56-0. Как и из большого альтернатива который увеличивает ренту за использование природных ресурсов Украины каждого украинца. Мы спрямуем эти деньги именно на наших детей. Поэтому до 10 грудня этого года вперше за всю историю нашей независимости я вношу законопроект про экономичный паспорт украинца до 10 грудня. Відповідно до него ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональных в рахунках детей громадян Украины. По досягнению повнолития наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти освіти в Украине шановні політики освіти своїх дітей в Украине чи купівлі взрослі граждані це не для тіх хто взрослі для тіх є соціальні програми существуючі ця программа направлена на стимуляцію рождення стимулировання рождаємості на те, щоб в Украине було вгодно життя щоб люди які не уїжджають як трудові емігранты як самі активні як самі плодотворні грубо кажучі сіла щоб вони вибирали Украину тому що їх то в других странах тіше манять такими программами тому цей фокус на таких приоритетах на тех хто буде рожден в ближайшому будуіщі і до достиження старшиналіття по мере того як буде накапливаться необхідний финансовий ресурс цей закон ще не внесен тому ми більше говоримо так якими-то отривками цей ініціативи ми ще не видели як його буде реалізовано але наскільки я понимаю це буде касаться будучих поколений які будуть рождаться в Україні а що касається цього ресурса цих 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 ці і в Норвегії де точно також ресурсы добыты з негр Даже в России эти деньги идут на гарантирование благосостояния страны после того, как эти ресурсы исчерпаются. Это важно, потому что это не бесконечное счастье пользоваться нашими недрами. Они рано или поздно придут к концу. Касательно атмосферы на этом выступлении Зеленского, я скажу, что много было критики в отношении таких. Вставали, аплодировали, кричали и поддерживали Зеленского. Другие, наоборот, выступали с плакатами, где было бы в адрес критика, требования расследований, истории с вагнеровцами. Это с стороны Брокко-Порошенко звучало. Это новый формат политики. Это формат, я бы сказал, очень демократичной политики. Это немыслимо ни в Америке, ни в России. Ну, в России для нас не ориентир в этом плане. В Америке очень тоже принято вскакивать, поддерживать аплодисментами. Я недавно посмотрел маленькие материалы, когда выступал Дональд Трамп. Он 110 раз прерывался аплодисментами. Второй был Билл Клинтон. Сто раз в его обращении к нации было аплодисменты. 92 раза Барак Обама. То есть это у Зеленского 82 раза прерывали его выступления аплодисментами. Насколько это нормально? Это нормально. Это, по сути, дает необходимую политическую поддержку этим инициативам в глазах зрителей. Потому что, конечно же, главный, кто смотрит, это зритель, граждане Украины. И поэтому я поставил 5 из 5 за это обращение, за все, что мы видели на экране. Сергей, хочу отметить, вы сегодня сильны в статистических данных. Спасибо. И далее говорим о не менее интересной инициативе Владимира Зеленского. Мультигражданство в Украине. Как вам такое и у кого будет по несколько или два или несколько паспортов в нашей стране? Важно, чтобы это увеличило украинство в мире, понимаете? Поскольку мы нация, которая, как и все европейские нации, входим в определенную динамику снижения населения. Появление новых украинцев таким образом укрепляет нас. Действительно, по словам Владимира Зеленского, президента Украины, принятие такого закона даст, вернее, потому что пока это анонсируема инициатива, даст возможность украинцам, которые живут за пределами страны, чувствовать себя не диаспорой, а людьми украинского происхождения и гражданства. Итак, говорим о мультигражданстве в Украине. Возможно ли, чтобы несколько паспортов было у одного человека? Вернулся к нам Сергей Лещенко. Небольшие проблемы были со связью, но мы возобновили. Звоночек. Да, продолжайте, пожалуйста. Да, к сожалению, связь нас подводит, потому что у нас телемост в таком сокращенном виде. Значит, внесены законопроекты о множественном гражданстве. Пять законопроектов в Зеленский внесено, они еще на стадии, по сути, регистрации. Мы сможем их обсуждать, я думаю, когда они уже будут, как минимум, пройдут первое чтение. Потому что законопроект этот непростой, он в чем-то может не то, чтобы противоречить Конституции, но найдутся люди, которые в этом обвинят, потому что у нас по Конституции возможно только гражданство в Украине. Но не знаю, слышали вы мой аргумент или нет, поскольку украинское общество, как и все европейские общества, входят в стадию сокращения, нам важно поддерживать украинство на планете в достаточном количестве, чтобы нас было, чтобы мы были силой. Плюс это важный посыл для нашей диаспоры, которая хочет иметь определенную роль в Украине и поддерживать Украину своими ресурсами. Поскольку я вот был в Канаде, неоднократно общался с представителями канадской диаспоры, они в чем-то, ну не хочу никого обидеть, мы больше украинцы, чем некоторые граждане, живущие в Украине, но любящие почему-то другой флаг, другой герб, других президентов, другую страну и армию другой страны. Мы живем в Украине, нам важно понимать, что у нас другой родины нет. И это множественное гражданство позволит нам расширить число таких украинцев, даже если они при этом будут иметь паспорт другого государства. Важно понимать, где у них будет находиться центр жизненных интересов. Это ключевое, поскольку в мире достаточно много стран, где разрешено двойное гражданство, а некоторые страны даже продают золотые паспорта. Это когда можно за определенную инвестицию получить гражданство, выгодные юрисдикции. На Мальте, например, продавались такие паспорта, продавались в Болгарии такие паспорта, в Черногории, не говоря уже о странах, наверное, не таких нам близких, как Карибского бассейна. Но мы идем другим путем, и я надеюсь, это усилит нашу роль и в мире, и в конце концов даже к финансовому результату привезет для страны, улучшит финансовый результат страны. Поверьте мне, те, кто будут украинцы из диаспоры получать украинский паспорт, на украинскую пенсию они точно претендовать не будут при этом. Так, раз уже заговорили о финансах, то последний вопрос повестки, но не последний по своей важности, это принятие государственного бюджета на следующий год. Сергей, как оцениваете основные показатели главного финансового документа страны? Вы знаете, очень много вокруг этого вранья, вокруг этой истории любят строить наши традиционные оппозиционеры на золотых унитазах. Я их называю, потому что они все или олигархи, или бывшие олигархи, живущие в дворцах за пятиметровыми заборами, летающие частными самолетами и пользующиеся целой армией охранников. Но при этом любят пустить скупую слезу на эфирах или на парламентской трибуне рассказать, как они беспокоятся о простых людях. И для них принятие бюджета – это всегда момент атаки на власть. На самом деле, если мы посмотрим на наш бюджет, то очень многие моменты, даже я скажу при всем скепсисе, что мы действительно не самая богатая страна в мире, у нас есть свои лимиты, мы не можем все и сразу. Но что важно в этом бюджете? Во-первых, наша обороноспособность. И расходы на оборону и на безопасность в стране самые большие за всю историю независимости. 323 миллиарда гривен, или 6% валового внутреннего продукта, ВВП. Сюда входит не только армия, не только военные закупки, сюда входит и полиция, и служба шерезачаря ситуации, и пограничники. Но в целом этот общий бюджет очень большой. Как для нас. Второе – это медицина. Тоже самый большой бюджет за всю историю. 232 миллиарда гривен. Самые большие расходы на образование – 402 миллиарда гривен. Это цифры, о которых несколько лет назад мы могли мечтать. Важно понимать еще, что у нас увеличилась минимальная зарплата. Это значит, что трудоустроенные, которые официально получают, будут получать еще больше. И, соответственно, увеличится отчисление в бюджет, который платит каждый гражданин официально трудоустроенный. То есть наш бюджет получит больше денег. Некоторые бизнесы будут критиковать власть. Но иначе мы никак не увеличим наш бюджет, если мы не будем идти по этому пути. На сегодняшний день для кого-то это будет сюрпризом. Но минимальная зарплата в Украине выше, чем минимальная зарплата в России. Мы, когда говорим о России, мы видим, знаете, Москву, гламур, золотые купола, олигархов, летающих тоже на частных самолетах. Ну, Питер максимум. А если мы говорим в целом, у России как государства, там минимальная зарплата всего лишь 160 евро. В Украине она стала уже 210 евро с 1 декабря. Дальше. По нашему бюджету. Все расходы на выплату пенсии будут обеспечены на 100%. В том числе программа по доплатам тем, которые достигли 70 лет плюс. Таким образом, люди смогут получить чуть больше денег, чем они получали раньше. Касательно основных показателей. Врач в среднем будет получать 22 500 гривен в следующем году. Медсестра 14 500, как и учитель в среднем будет тоже получать такую же сумму. Стипендия для студентов 2000 гривен, повышенная стипендия почти 3000 гривен. На субсидии уйдет почти 40 миллиардов гривен. Ну, это макроэкономика, понимаете, для простого гражданина это ни о чем не говорит. Но это большие суммы, поверьте мне. Таких показателей у нас многие годы были недостижимы. 4 миллиона человек получат доплаты среди тех, кто достиг 70 лет, 75 лет и 80 лет. Это много. 4 миллиона человек обеспечивают дополнительным ресурсом каждый месяц. Это непросто. Поэтому, что я могу сказать. Если идет борьба с олигархами, эта борьба должна заканчиваться не просто на ток-шоу, должна заканчиваться наполнением бюджета или фонда будущих поколений. И по фонду будущих поколений закон еще не принят, по бюджету закон уже принят. Я надеюсь, что эта делегархизация приведет к улучшению жизни каждого из нашего простого гражданина, которому, к сожалению, многие годы от государства доставалось столько. Да, Сергей, будем надеяться, что бюджет будет становиться все более социально ориентированным. Ну, услышав показатели от вас основные, я думаю, всем становится понятно, что действительно поддержки социально становится больше. Итак, мы обсудили все главные темы этой недели. Сергей, вы еще с нами? Да, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И для вас, уважаемые зрители, возвращается к нам Сергей Лещенко. Итак, мы поговорили... Да, в конце программы нашего проекта почему-то неполадки со связью. Сергей, я вас очень благодарю за интересный разговор, за интересные моменты. И спасибо зрителям, что смотрели этот проект «Повестка» на седьмом. Надеюсь, Сергей, мы с вами увидимся в следующую пятницу в прямом эфире. Всего доброго, всего хорошего.